Дорогие друзья! Дорог по направлению главной дороги вы никому уступать не должны, так как пользуетесь преимуществом и перед автобусом, и перед легковым автомобилем. Мыс, страх, который спустился на Комсомольскую площадь! Во! Мужики выталкивают Тачилу, они точно знают правила. Ребята, вы пока тут выталкиваете, вы молодцы. Ты едешь на этой машине, как ты проедешь перекрёсток? Давай-давай! Прямо! Проеду перекрёсток первый. Точно? Да. Каким образом вы проедете этот перекрёсток? Кому уступите? Это я, да? Да. Я проеду и никому не уступлю. Автобусу? Зачем? У меня главное. Первый проеду, я же на главный. Автобусу? Зачем? Он же не трамвай. Да что ж, логично это так. Точно ведь он не трамвай. Мы пробираемся сквозь сугробы к следующему водителю. Ответит ли он правильно? Ты не водишь автомобиль? Да, конечно. Есть своя тачка. Ты едешь в перекрёсток. Кому ты должен уступить? Здесь я еду. Я главный, короче. Здесь я точно главный. Я поворачиваю налево, спокойно. Никому не упускаю. Ты уверен автобусу тоже? Вань, ну-ка иди сюда. Ха-ха-ха. Иди, иди сюда. Ну, серьезно. Я считаю, что я никого не пускаю. Ну, потому что ты король дороги, да, ты понимаешь? Не-не-не, пацаны, я не такой. Я обычный и скромный парень. Никому. Вот, он тоже король дороги. У этого помеха справа, этот на второстепенке, этот по главной. По главной. Самое время перейти к вопросу номер два. В каком случае водителю разрешается поставить автомобиль на стоянку в указанном месте? Отвечаем. Только в том случае, если водитель остановился за пешеходным переходом в пяти метрах от края пересекаемой проезжей части и обеспечит при этом расстояние в три метра до сплошной линии разметки. Только в этом случае стоянка разрешена. При каких условиях Волга здесь имеет право встать на стоянку? Так, если здесь три метра, расстояние между, ну, до полосы. Так. И здесь пять. Молодец. Дай пять. Молодец. При каких условиях Волга здесь имеет право стоять? Ну, что проезжая часть была не меньше трех метров. За пешеходным переходом сразу можно стоять. Только если передвинется на пятнадцать метров от пешеходного перехода и не будет мешать проезду. Расследительность сколько должно быть расстояние? Два с половиной, по-моему. При каких условиях Волга здесь имеет право встать на стоянку? Пять метров до перекрестка и три метра до сплошной. Да, да, да. Ребята, вы учителя автошколы? Нет. В чем дело? Почему вы откуда так знаете правила? Ездим, потому что за рулем. Друзья, равняйтесь вот на таких ребят. При каких условиях Волга здесь имеет право стоять? Она здесь не имеет стоять права. Пятнадцать метров от пешеходного перехода. Пятнадцать метров должно быть от пешеходного перехода? Если не ошибаюсь. А от разделительной линии должно сколько быть? Разделительной пятнадцать. При каких условиях Волга здесь имеет право стоять? Так она не должна стоять тут. Подожди, сплошная линия тут. Все, ребята. Все, ребята. Мне все с вами ясно. Я все знаю, пацаны. Мне все с вами ясно. До свидания. Давайте, ага. Друзья, сегодня правильных ответов гораздо больше, а это не может не радовать самое главное, что сегодня вновь без происшествий. Меня зовут Андрей Анфилатов. Увидимся на Первом городском канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok